Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Программа дугодификации продолжается. Более одной тысячи домов подключат газу в Карачаево-Черкесии. Педагогический колледж республики готовится к юбилею. Депутаты парламента оказали поддержку благоустройства образовательного учреждения. Слава, слава поварам, ведь они готовят нам. Студенты колледжа индустрии питания соревновались в поварском деле, чье блюдо оказалось лучшим. Поэт, художник, просветитель. В картины галереи открылась выставка «Ислама Крым-Шамхалова», посвященная его 160-летию. Сегодня в Москве состоялась встреча руководителя Карачаева-Черкесии Рашида Тимбрезова с главой МЧС России Александром Куренковым. Обсуждалось выполнение комплекса профилактических мероприятий в условиях поводка опасного периода и пожароопасного сезона. А также вопросы взаимодействия органов власти республики с подразделениями МЧС. Рассмотрели также вопросы безопасности в туристической индустрии. Стороны договорились, что совместная плотная работа по ряду вопросов будет продолжена и в дальнейшем. Более 1 тысячи домов планируется подключить газу в Карачаево-Черкесии в рамках программы догазификации в 2024 году. В этом году в Карачаево-Черкесии планируется строительство газопроводов к 1132 домовладениям. Всего с начала действия программы социальной догазификации жителями региона было подано более 5000 заявок. По многим из них заключены договора и завершены строительно-монтажные работы. Педагогическому колледжу республики скоро исполнится 110 лет. Эту внушительную юбилейную дату коллективы и учащиеся образовательного учреждения ждут с нетерпением и уже начали подготовку к ней. И подарки уже дарят заранее депутаты парламента Карачаево-Черкесии. Удовлетворили просьбу руководства училища о благоустройстве двора образовательного учреждения. На осмотре итогов работы побывала Мадина Каракетова. Сейчас этот двор не узнать, рассказывает в съемочной группе директор Черкесского педагогического колледжа Николай Рыжов. А что было, детей сюда старались не пускать. Все значимые для нашего образовательного учреждения мероприятия проводились в городском парке. Такое состояние было, когда вызывало даже опасность для жизни и здоровья наших студентов. Покрытие уже пришло не в годность асфальтовое, я имею в виду. Были выбоины. То есть сама территория практически непригодна для проведения массовых мероприятий. Черкесский педагогический колледж в былые времена училища – самое старое образовательное учреждение в республике с вековой историей. Здание, которое он занимает, также почтенного возраста – 1936 года. Здесь начинали свой профессиональный путь большинство самых именитых и уважаемых педагогов республики. Выпускники педагогического училища проявили свои лучшие качества и в годы Великой Отечественной войны. Колледж и назван в честь своего выпускника, героя Советского Союза Умара Хабекова. Сегодня при взгляде на это здание невольно возникают мысли, что оно знало и лучшие времена. И вот обращение с просьбой помочь с ремонтом двояровой территории колледжа в республиканский парламент было рассмотрено и поддержано. Последние, я думаю, как минимум 40-50 лет благоустройство на данной территории не проводилось. С моим коллегой Алексеем Васильевичем мы пообещали помочь колледжу в этом проблематичном вопросе. И благодаря мэрии города Черкеска и лично Алексею Олеговичу Баскаеву и заместителю Артуру Владимировичу Озову нашли возможность изыскать тысячу квадратов плитки. И кроме этого мы помогли финансово для укладки этой плитки на данной территории. Нам очень приятно, что данный вопрос за столь короткий период, то есть в течение года, решился. В настоящее время в системе образования, конечно, оказывается, уделяется достаточное внимание, но в плане ремонта школ, детских садов, значит, а вот среднеспециальное учебное заведение немножечко выпадали из этой обоймы. Я думаю, что после послания нашего президента еще дополнительно будет уделяться внимание и не только школам, и всем образовательным организациям, но и колледжам. Директор колледжа Николай Рыжов рассказывает, что каждый понедельник на этой площадке торжественно поднимают флаг России и проводят линейки. А с потеплением этот двор станет свидетелем множества студенческих мероприятий. С гордостью демонстрирует гостям директор колледжа и зону отдыха, появившуюся во дворе с его благоустройством. Здесь фонтан, цветник, беседка и даже свой мини-фруктовый сад. Все это было бы невозможно реализовать без личного участия депутатов парламента Василия Полякова и Алексея Ганшина, говорит директор колледжа Николай Рыжов. Черкесский педагогический колледж был и остается самой востребованной кузницей учителей начальной школы и воспитателей детских садов. На сегодняшний день здесь проходит обучение в очной и заочной форме 519 студентов. Колледж готовится к внушительной дате, к 110-летию со дня образования. И педагогический коллектив и студенты надеются, что ко дню рождения колледж получит не менее желанный и долгожданный подарок – капитальный ремонт здания. Мадина Каракетова, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о конкурсе «Профессионалы 2024» и побываем на выставке художника и просветителя «Ислама Крымшамхалова». В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах до 5 градусов мороза, днём 8-13 выше нуля и местами минус 1, плюс 4. В Черкесии ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, днём 10-12 градусов тепла. Региональный этап по профессиональному мастерству ежегодно собирает студентов нашей республики. На базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса проходил второй день испытаний в поварском деле. Конкурсанты проявили своё мастерство, удивили, порадовали и накормили экспертов. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В кулинарном поединке скрестили ножи и разделочные доски пять студентов-конкурсантов. В течение четырёх часов участники, согласно конкурсному заданию, готовили три модуля блюд. Это соус майонез, амюсбуш, равиоли с начинкой и десерт «Чёрный лес». У каждого из них свои секреты приготовления блюд, но объединяет их любовь к поварскому делу. Я с детства люблю готовить. Готовка мне приносит огромное удовольствие. Думаю, что я смогу. Рассчитываю на свои силы. У меня бабушка тоже была поваром. Мне изначально понравилось то, что я готовлюсь с ней и решила по стопам пойти. Я хотела узнать для себя что-нибудь новое, открыть, узнать, как это, каково быть конкурсантом. За процессом приготовления блюд, соблюдением санитарных норм, а также временем выполнения и подачи следят опытные эксперты, которые не один год посвятили поварскому делу. Каждый участник, они все справятся со своим заданием. Почему? Потому что сегодня они все проявляют все свои умения и навыки. Все стараются, все справляются со своим заданием. За второй день нашего конкурса никаких нарушений не выявлено. Дети настроены серьезно. Каждый хочет победить, что не может не радовать. Путь к сердцу экспертов лежит через желудок, как высоким баллом через мастерство участников. Членам жюри предстояло оценить подачу, измерить температуру и вес порции, а также соответствие по трем пунктам. Равиолис начинка, гарнир и соус. После необходимой процедуры эксперты приступили к дегустации горячего блюда, оценивали оригинальность рецептуры и вкусовые качества. Я могу твердо сказать, что участники справились с заданием. Что хочу сказать, действительно, реально, да, вкус-то получилось. Спасибо детям. Конечно, с большим волнением они все это делали, но все-таки они справились с поставленной задачей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Ислам Крымшамхалов – поэт, художник, энтузиаст народного просвещения. Его стараниями во многих горных аулах были открыты начальные училища. Многие годы он посвятил составлению карачаево-балкарской азбуки на основе латиницы. Вел он и активную общественную деятельность, а в 1892 году в Тиберде организовал оздоровительный поселок, чтобы привлечь курортников и сам перебираться туда, не испугавших отсутствия инфраструктуры. Редкие картины, уникальные документы собраны на выставке, приуроченной 160-летию Ислама Пашаевича Крымшамхалова. Об этом удивительном человеке, сыгравшем огромную роль в истории своего этноса в репортаже Аллы Динаевой. Писатель, просветитель, художник, прославивший карачаево-балкарский народ в веках. Ислам Крымшамхалов сделал невероятно много для развития экономики, литературной мысли и культуры Кавказа. Не хватит слов, букв, чтобы описать, дать оценку всей деятельности Ислама Пашаевича Крымшамхалова. Тем более, не хватит никакого иллюстративного материала, чтобы это показать. Но мы же со своей стороны попытались показать частичку его жизни, частичку его работы. Автор книги «Исламбей» Рашид Хатуев вместе с коллегами много лет собирал все, что связано с именем Ислама Пашаевича. И они создали триаду. Это «Крымшамхаловские чтения», медаль «Исламбей» Крымшамхалова, которая присуждается по пяти номинациям. Искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. То есть тем сферам, где проявил себя Крымшамхалов. И третий – это спортивный турнир. «Призвать к одному, чтобы мы, если будет такая возможность, смогли восстановить или постараться восстановить тот дух, творческий дух, дух гражданственности. Те нравственные основы взаимоотношений между людьми разных народов, разных вер, разных взглядов. И вот к этому я хотел призвать наше поколение, которое во многом за прошедший век с лишним после его ухода потеряло эти наши ценности». Начиная от театра и заканчивая геологией, этнографией, самыми сложными науками, Ислам Крымшамхалов проявил себя буквально во всем, к чему у него был интерес. А любая вещь, которая касалась его народа, для него была интересна, нужна, необходима, говорили выступающие. «Он никогда не отказывался от того, что он карачавец, от того, что он мусульманин, от того, что он горец. Вот это самое главное, мне кажется, в его судьбе, в его творчестве, в его жизненном кредо, что он всегда оставался и думал, и работал ради своего народа». Этюды пейзажей, за окном, холсты на картоне, портрет мужчины, речной камень и не только. На экспозиции представлены работы Ислама Крымшамхалова, написанные на холсте маслом. Это оригиналы, здесь же репродукции его работ. Фотографической части экспозиции можно посмотреть дореволюционные снимки семьи, родственников, друзей. Представлены и уникальные архивные документы, и его обращение к руководству Кубанской области по проблемам землепользования карачавцев. Большевики уничтожили и запретили все, что было связано с аристократами. Попали в опалу и произведение Крымшамхалова «Выходцы из влиятельного княжеского рода». За советскую эпоху его произведения опубликовали лишь один раз. «Именно благородная родословная сыграла с ним злую шутку, сделав практически невидимым для советских издательств. Поэтому произведения Крымшамхалова десятилетиями оставались без внимания читателя и вышли в широкую печать спустя долгие годы. Большинство было утеряно, в том числе и картина. Но то, что сохранилось, впечатляет. И это обязательно надо увидеть и прочитать». Алладинаева, Алибастанов и Вести Карачева, Черкесия. Посетить выставку можно будет до 11 апреля. В Центре развития предпринимательства на Горького-8 открылась рыбная лавка «Дары Камчатки». Чем на этот раз порадует гурманов, узнавала Светлана Шаганова. Узнав об открытии ярмарки, жители республики поспешили за вкусной и полезной рыбой. Ассортимент разнообразный. Наисвежайшая – чавыча, сёмга, кижуч, кита, белорыбеца, палтус, омуль, корюшка – выбор огромный. В этой рыбе содержатся уникальные жиры, которые полезны для здоровья. Наша любимая лососевая рыба – это чавыча. Самая жирная, самая вкусная, многокалорийная, омега-6, аминокислоты. Это всё в этой рыбке есть. И не только в этой чавыче, и в белорыбеце. Рыбаки Камчатки привезли в Карачаево-Черкесию красную икру. Здесь и всеми любимая селёдка из кумбрия, консервы. Рыбная лавка порадует всех любимыми яствами. Заходите продегустировать и просто купить хорошую рыбку до конца недели в Центре развития предпринимательства на улице Горького, 8. Приходите в нашу рыбную лавку. Всё лучшее для вас. Светлана Шаганова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Воснецова». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин